Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моим помадам по заказу трудящихся. На самом деле у меня всего лишь 4 помады и я решила, что блески для губ все-таки это отдельная тема. И если кому-нибудь будет интересно, то я потом сделаю обзор и блесков для губ. Начну я с помады самой древней из моей коллекции, так сказать, от Ифраше. Пришла она мне в подарок. Это роза Гасилья номер 81 или 61. Точно я не вижу, потому что тут уже малость подстерлась. Ей уже года 2 с лишним. Насколько я помню, срок годности у нее 3 года. То бишь она еще может похорониться немножко. Вот такая вот. Тут где-то примерно половина. Сейчас я сделаю сводч, и я ее уже давно не пользуюсь. Даже забыла, что она у меня есть на самом деле. Но так как она ничем таким странным не пахнет, то в принципе я думаю, что срок годности тут еще даже... Даже не то чтобы срок годности, даже если он вдруг вышел, потому что возможно ей все-таки 3 года, а не 2,5, как я думаю. В общем, она еще вполне себе юзабельная. Вот такой вот цвет. Ну, я не Аленка, я пока еще не очень врубаюсь, как тут разделять их. Хоть я вроде как и рисую, должна понимать в цветах. Тут, наверное, все-таки персиковый цвет такой. Хотя на помаде он мне казался немножко с долей коричневатого и кремового. Вообще у меня вот таких раньше в тюбичках было несколько помадок. Так, вторая по старшинству, это тоже Ифраше. Так, название я не помню, номер 44-320. Она коричневая. Ну, она где-то молоденькая такая, ей около года. И она чуть-чуть попользована, но может на одну треть. Сейчас я тоже сделаю сводч. Вот такой вот цвет. Из этой же серии у меня была красная помада. Два раза я ее покупала. Она мягкая при нанесении, увлажняет. И та, и другая. Но у меня красная помада закончилась. И больше, я так поняла, именно такого цвета в Ифраше уже не производят. В общем, обе они мне очень нравились. Единственное, у красной ломался стик. Причем в обоих случаях. Хотя мне тогда помогала подружка. Она зачем-то выдвинула очень сильно, резко. И потом она у меня упала, эта помада. В общем, в обоих случаях у меня одна и та же девчонка почему-то тестировала на стойкость этот стик. Именно на стойкость упадет или не сломается ли. Третья помада это от Эйвен. Тотали Твик, кажется. Совсем недавно она мне пришла в подарок. Ну, вообще в символической цене. В 20 рублей. Экстра ластинг, если я правильно прочитала и правильно рассмотрела. Это та, которая у меня чаще всего бывает в обзорах. Где вот люди спрашивают, что это за блеск. На самом деле я ее обычно наношу на бальзам до губ. А потом накладываю бальзам для губ, который мне Аленка подарила. В чистом виде он мне не очень подходит. Потому что почему-то очень сильно щиплет губы и неприятные ощущения. А для снятия видео обзоров на небольшое количество времени она очень хорошо, нормально идет. В общем, мои губы и я вместе с ними могу ее потерпеть, этот бальзам. И выглядит в принципе в видео очень прикольно. Вот такой вот. Она уже наполовину у меня запользована. Она мне очень понравилась. Хотя я что-то как-то... Когда получила, мне было какое-то... Думаю, что это такое? Зачем они мне прислали? Наверное, какая-нибудь ужасная помада. На самом деле она очень стойкая. Еще Аленка говорила, что она долго держится. Она действительно долго держится. Ну, где-то часа четыре точно. Так, и сейчас я тоже сделаю сплошь. Вообще она чуть посветлее, чем коричневый. Но все же там какие-то нотки коричневые я вижу. И она может быть чуть покраснее, чем коричневый. Вот так вот. Лак. Так, и последняя помада. Я покупала ее с Аленкой. Досталась она мне за 35 рублей. Потому что были в улыбке радуги. И Аленка оплатила часть, большую часть. Она была 135, кажется, по скидке. И оплатила она этими бонусами с карты улыбки радуги. Это какая-то на тот момент была новая помада. Intense Color Lipstick. Кажется, фирма АМ. Что за АМ? Я не знаю. Дикий красный. Номер 6. Я как раз хотела именно эту красную, какую-нибудь красную помаду. Потому что вот так самая Ифрашевская у меня закончилась. Именно от подобного цвета я не могла найти. И вот точь-точь практически цвет. Единственное, она выдвигается как-то криво. Вот. Но я ее пользовала не очень много. Можно сказать, что она практически начатая. И сейчас я тоже постараюсь сделать сводч. Хотя я тут так намазала, что уже не знаю, в каком месте это мазать. Она суховатая. Но, в принципе, если наносить ее на бальзам для губ бесцветный, то она очень хорошо на него легко ложится. И довольно тоже долго держится. А еще я ее сочетала тоже поверх бальзама для губ и поверх уже помады. Вишневый блед для губ от Reflame, который мне Женька подарила как-то в тюбичке. Вот такие вот у меня помадки. Если вам было интересно и хоть чуточку полезно это видео, то я очень рада. Да, и вот, кстати, почему она косая-кривая. Вот она как-то все-таки видно тут. Вот выдвигается и видно, что она, ну, не совсем. И из-за того, что тут чуть-чуть кусая-двигая, вот тут остается изнутри вот кусочки помады. А еще минус, хоть он и защелкивается, но лежит она у меня в косметичке. Когда я сегодня доставала, у нее снова эта крышечка была открыта. В общем, не очень такой хорошо держащийся колпачок. Ну, помада ничего такая интересная. Ну, если вы досмотрели меня до конца, то до новых встреч. Оставляйте комменты, там заявки какие-нибудь. Плюсы-минусы и пока.